6 класс, 21 серия. Остатки. Если два натуральных числа А и В имеют одинаковые остатки при делении на М, то числа А и В называются сравнимыми по модулю М. Например, 8 и 13. Это числа, сравнимые по модулю 5, потому что при делении на 5 остаток равен 3, и здесь тоже остаток 3. 2 и 32 сравнимы по модулю 10. Остаток 2, остаток 2. 15 и 21 сравнимы по модулю 3. Делится нацело, и здесь тоже нацело. Остаток будет равен 0. Два нечетных числа сравнимы по модулю 2. Остаток 1, остаток 1. Свойства остатков. Первое свойство. Числа А и В сравнимы по модулю М тогда и только тогда, когда разность этих чисел делится на М. Давайте рассмотрим два числа, сравнимых по модулю 5. 46 и 11. Это числа, сравнимые по модулю 5, потому что при делении на 5 здесь остаток 1, и здесь тоже остаток 1. Разность этих чисел 35. 35 делится на 5. Так, и второе свойство. Если мы рассматриваем две пары чисел, сравнимых по одному и тому же модулю, то сумма А плюс С будет сравнима по модулю с суммой В плюс Д. Модуль М. Мы сегодня будем решать задачи на применение этого свойства. Задача первая. Сравнимы ли по модулю 8 числа 957 и 797? Можно, конечно, выполнить деление на 8, затем сравнить остатки, которые получаются у первого числа, у второго. Но это слишком сложно. Можно применить первое свойство остатков и рассмотреть разность этих чисел. 957 минус 797. Разность этих чисел 160. Число 160 делится на 8. Значит, это числа, сравнимые по модулю 8. Вторая задача. Найдите остаток отделения на 3 суммы вот этих чисел. Вот мы сейчас как раз решая эту задачу и будем применять второе свойство остатков. То есть мы найдем сначала остаток у первого слагаемого, затем у второго и выполним сложение остатков. Итак, каков остаток при делении на 3 у первого числа? Признак делимости на 3 мы с вами знаем. Нужно найти сумму цифр. А можно даже, не находя сумму цифр, отбрасывать те числа, которые делятся на 3, чтобы посмотреть, что останется. Потому что нас интересует только остаток при делении на 3. 1 плюс 2 делится на 3. 4 плюс 5 делится на 3. Значит, мы все отбросили. Это все числа, делящиеся на 3. Значит, сумма цифр числа делится на 3. Значит, это число при делении на 3 дает остаток 0. Так, теперь давайте второе слагаемое рассмотрим. 5 плюс 7. 12 делится на 3. 6 делится на 3. 8 при делении на 3 дает остаток 2. Значит, сумма цифр этого числа при делении на 3 даст остаток 2. Можно проверить, убедиться в этом. Так, теперь осталось выполнить действия с остатками. 0 плюс 2. 2. Значит, остаток от деления на 3 суммы равен 2. И третья задача. Найдите остаток от деления на 4 суммы. Значит, опять будем применять второе свойство остатков. Признак делимости на 4. Надо рассмотреть две последние цифры числа. Какое двузначное число образуют две последние цифры? Так, здесь двузначное число 45. 45 при делении на 4 дает остаток 1. Так, а здесь двузначное число 78. При делении на 4 дает остаток 2. Выполняем действия с остатками. Значит, у суммы будет остаток равный 3. Ответ 3.